Дорогие друзья, всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня у меня такая тема за 10 лет выращивания моих фиалок. Вот так вот они выглядят, растут у меня. Посетила меня проблема. Это трипс на фиалках. Сейчас я покажу, как он выглядит, как его можно узнать. Распространяется он очень быстро по коллекции, передвигается по листьям, но живет он в основном на цветках. Он питается пыльцой от цветоносов. Сейчас я покажу, как это все выглядит, как с ним бороться, пока еще не знаю, потому что это впервые за все время моего выращивания. Особенно он любит не махровые, а вот такие вот анютки, как бы простые цветы, где ему больше доступна пыльца. Сейчас я покажу. Вот он быстро начинает съедать пыльцу и центр начинает засыхать, коричневеть. Где-то в течение трех-четырех дней цветок полностью начинает жухнуть от этих вот паразитов. Сейчас я сорву и покажу. Почему-то махровые он обходит стороной. Вот вообще ян сказка. Цветет, бушует и он на него не переключается. А вот любит простые доступы. Ну вот берем еще нераскрытый цветок. Вот такой вот. Я специально взяла лист бумаги, чтобы было наглядно. Вот так если потрусить. Вот смотрите. Вот он этот товарищ. Он серый и уже достаточно большой. Вот так мы его сейчас потрусим. А вот он сам побежал. Они похожи на вшей. Кто-то может сталкивался в жизни хоть раз с ними. И так же вот на фиалках. Они бывают серые, белые, светло-желтые, маленькие. И тоже они ползут. Все цветоносы придется удалить. Потому что они прямо в раю находятся. Смотрите сколько их. И желтых, и серых. Все они подвижны. Очень быстро распространяются. Разбегаются. Просто блохи. Чем я буду бороться? Вот видно. И желтые маленькие. Они бегают. И серые побольше особи. Очень быстро разбегаются. Вот уже хочет убежать. Мы ее поймаем. Что я буду делать? Что буду предпринимать? Конечно придется удалить все цветоносы. Но они замечательно и на листьях остаются. Поэтому очень буду ждать ваших рекомендаций. Может кто-то уже сталкивался с такой проблемой. Как быстро вывести трипс на фиалках. Я буду использовать октару. Пролью три раза. Потому что это системный препарат. Который отравляет сам цветок. Но не вредит растению. А все вот эти вот живности. Которые питаются или сидят на цветах. Они по идее должны погибнуть. Ну и плюс я еще буду проходиться три раза с интервалом в 4 дня. В 4-5 дней фитовермом. Ни клеща, никаких других заболеваний у меня нет. И уже где-то полтора года я ничем вообще не опрыскиваю свои растения. У нас очень потеплело. Вот на градуснике дома 24 градуса. Но в этой комнате бывает и 16 и 17 градусов ночью. Днем я прихожу и включаю теплый пол. Он подогревает и становится теплее. Это моя мастерская, в которой я работаю. И плюс здесь находятся мои фиалки. Вот такая вот проблема у меня возникла. Поэтому буду бороться и показывать вам свои результаты. Конечно, цветение осеннее сейчас бы было очень пышным. Но вот они прямо быстро-быстро распространяются и съедают эти цветы. Цветы начинают быстро жухнуть. И надо с этим срочно бороться. На этом все. Очень буду рада вашим комментариям и способам, как избавиться быстро от этих паразитов. Потому что с этим я столкнулась впервые. И еще не знаю, как же правильно, быстро очистить свои растения от этих гадов. Иначе и не назовешь. В шинофиалках. Я бы так их назвала. Ну все. Всем пока. До новых встреч. Всем удачного выращивания и пышного цветения.